вопрос о генеалогии дегена на самом деле является очень таким сложным его наверное история изучения этого вопроса она имеет очень долгое время если мы возьмем труды там бартольда то первый кто обращался к вопросу а кто был отцом ядеги последующему другие разные следователи предлагали свои версии его происхождения опелировали к разным источника вы показывали что он может быть такого явления происходит происходение 2 происходения а по сути существуют фактически кстати на отцовстве и таки существует две версии кто его был отцом согласно персидком источку нтанзии его отцом был болты чак согласно тюзким источникам и разным причем его отцом был Кутлукия то есть это не только сами источники, но еще и эпос и вот его так отец прозван ну если реально посмотреть все источники и посмотреть критический анализ источников окажется, что скорее всего с большой долей вероятности отцом Едыге был Кутлукия, а болтачак это наверное ошибка самого Натанзи, который писал ее в как бы своем сочинении Мутахаб от Таврих, соответственно это как бы первый вопрос с которого начинается исследование его происхождения, помимо реально других версий происхождения его предков, существует фактически три версии, которые происходят из разных пониманий его происхождения, ну первая версия апеллирует к источникам которых Едыге назван Акмангытом, то есть представителем рода Белый Мангыт и соответственно согласно этим источникам Едыге происходит от нерунского рода Мангыт который происходил от Будончара, сына Алангуа, соответственно по идее он должен иметь определенное происхождение из Восточной Асии. Вторая версия касается его как бы происхождения из Ближнего Востока, если мы возьмем родословие князей Исуповых, то мы увидим, что согласно этому родословию Едыге был потомком халифа Абубакра и через кучу его потомков, которые жили и в Египте и в Мекке и Меддине и в последующем в Малой Азии, только после Малой Азии они попали на территорию Ул-Саджучи, то есть это вот версия, которая получается, можно ее назвать арабокурешицкой, потому что мы знаем, что Абубакр был по происхождению родственникам пророка Мухадеда и происходил из рода Курейш. Соответственно, это вторая версия, то есть первая была, условно говоря, нейронно-монгольская, вторая это вот арабокурешицкая версия. Третья версия, она восходит к трудам знаменитого нашего классика-историка Вадим Витович Трипалова, в котором он связывает происхождение мангутов с с одной стороны с чикотайским Улусом, а с другой стороны с кипчаками, которые жили до монголов здесь, получается, и, соответственно, как бы, идет, можно сказать, так, кипчако-чикотайская версия. И если мы посмотрим источники, то мы выясняем, что, в принципе, как бы, у первых двух версий есть какие-то источники, которые намекают на его происхождение. В принципе, до определенного времени, как бы, существовала дискуссия, вот, кто он был по происхождению, но исследование последнего времени, показывает, что, на самом деле, и с его происхождением более-менее все ясно. Но, с одной стороны, стоит отметить, что у казахов сохранился в единственном экземпляре эпос 40 батыров Крымов, то есть, точнее, это даже, можно сказать, цикл эпосов, то есть, это не один эпос, а целый цикл 40 батыров Крыма. Он был записан у представителя Казахорода Адай Мурджрау по заказу Каныш Садпаева в 40-х годах. Соответственно, там фиксируется очень много разных батыров, ну, лапис называется 40 батыров Крыма. И, соответственно, мы видим две большие династии, которые там существуют. Одна династия касается предков Едыге и его потомков. То есть, там первый предок, которого назван, это Аншибай, последующим-то его дети уже Парпария, Кутукия, там, и дальше Едыге, получается, и флот до потомков Едыге, которого звали Караса и Козы, то есть, два брата, которые были в Малой Нагайской Орде. И, если вторая династия, она касается уже предков Шурына-Рыкова. Соответственно, и эта генеалогия, она очень интересна, потому что она, как бы, дает генеалогию Едыге до некого Аншибая, который жил, скорее всего, в конце XIII века, судя по вот этим всем расчетам, которые можно положить в основу его биографии. И здесь еще стоит отметить, что данный эпос, на самом деле, является эпосом, который, скорее всего, возник в Малой Нагайской Орде среди сторонников Караса и Козы, поэтому они являются последними там потомками Едыге, через которых названа есть Песня. И, соответственно, вот именно они были в своем время заказчиками данного цикла эпосов, и в последующем они, к сожалению, этот эпос сохранился только в единственном изобретении у казахов. То есть, по моему мнению, в XVIII веке, в 1740-х годах, часть кубанских нагайцев попала сначала в Астрахань, а потом она попала к казахам, где эти нагайцы интегрировались со слов казахов и стали одним из казахских подрудов. И в последующем они, конечно, принесли с собой эпос, который в силу своего эпичности, в силу своего большого размера, широко распространился у казахов, ну, в западном Казахстане в основном. И единственное, нам повезло, что Мурунжурау в свое время прожил большую долгую жизнь, и так как он был последним носителем, живым носителем этого эпоса, и, соответственно, нам сильно повезло, что он долгую жизнь прожил, что он, как бы, не подвергся репрессиям в 30-х годах, а в последующем еще смог, конечно, найти финансирование на исследование данного эпоса. Если мы возьмем эпос малой нагайской орды, который возник у караса и козы 40 батаров Крыма, то, безусловно, надо сказать, что, согласно этому эпосу, у Ядыгея есть отец Кутукья, потом есть Парпарья, отец потом был Сабавата Кулеса Шиштей Азиз и Аншибай. Аншибай, кто этот Аншибай был, мы не знаем, на самом деле. Но буквально недавно была публикована статья, в которой мы предположили, что данный Аншибай является известным правителем Янджи, который жил в эпоху нагайских войн между Нагаем и Тахтой. Он был сторонником Нагая, приезжал к его лагерю, и, соответственно, в то время была большая борьба между исламской и буддийской партией в Золотой Орде, и сторонники Нагая были исламской партией, их, условно говоря, можно назвать Нагаевцы, а сторонники буддийской партии их, условно говоря, можно назвать Калмаки, потому что они как отмечены, как Калмаки. Этот Янджи вместе с двумя братьями был сторонником Нагая, но, к сожалению, потом прошел разлад, и дети Нагая убили его двух братьев. Он перешел на сторону Тахты, а в последующем, как бы, после того, как Нагая и его дети проиграли, он получил собладение своих братьев и отца, как бы, обратно. Мы знаем, что его отцом был некий Курмши, и, по нашему мнению, данный Курмша – это известный человек. То есть в этом же сочинении, в котором упоминается Янджи и его отец Курмши, мы знаем, что они имели интересную жизнь. То есть они в 1290-х годах воевали в Золотой Орде за Нагая, а в 1270-х годах отец данного Янджи Курмши и его брат Сактай, они, в принципе, бежали из Малой Азии с владений Байджу из рода Бесуд, под давлением эльханов, бежали в Египет. В последующем они, получается, из Египта вернулись обратно в Золотую Орду. И при этом надо сказать, что дочка Сактая вышла замуж за мамлюкского султана. И тем самым, скорее всего, именно благодаря ей, мы имеем эти сведения о ее родственниках, потому что в более других источниках мы не встречаем приключения этих трех братьев, которые были детьми Курмши, а также его брата Скатая. По нашему мнению, эти братья Курмши и Скатай, они оказались в Малой Азии после того, как начался персидский поход. То есть мы знаем, что в то время все улусы должны были послать по 20% своего населения в этот поход. Я-то, условно говоря, улусы Жучи пошли три отряда. Один отряд от улуса Ардайжена под руководством Кули сына Ардайжена, другой отряд под руководством Балакана сына Шибана, и третий отряд под руководством Тутара сына Бувала. Соответственно, мы видим ситуацию такую, что, скорее всего, по нашему мнению, Куримса из Скатай, они пришли вместе с Тутаром сыном Бувала, получается. И они были тесно связаны с родственниками Нагая. Поэтому после Египта они попали в улус Нагая, в Золотую Орду. Здесь еще стоит отметить, что, по нашему мнению, до западного похода в Иран, до иранского похода, получается, Куримши и Скатай были известны на территории улуса Джучи. То есть они были выходцами с территории улуса Джучи. И, соответственно, Скатай его фиксирует Рубрук, как правитель Крыма. Соответственно, это, получается, дядя Альшибая и Киреянджи. А Куримши – это известный Куримса, который в 1250-х годах был известен как один из басхаков, который руководил улусом рядом с русскими княжествами. Поэтому данный Куримса, скорее всего, происходит из рода Мангыт и является потомком Мангытского рода фактически. Если мы возьмем сочинение Зуда Тарфикра, мы видим генеалогию вот этого Куримсы и Скатая по поводу их отца и деда. То есть мы знаем, что их отца звали Карачин, а дедушку звали Чаган. Чаган из рода Мангыт фактически. И мы встречаем данного Чагада из рода Мангыт в Монгольской империи на территории Восточной Азии. И он служил хану Менгу. Соответственно, здесь есть, получается, полная генеалогия. Если мы совместим генеалогию из Сарка Батыров Крыма и генеалогию из Зуда Тарфикра, то, получается, мы имеем генеалогию до Аншбая. Если Аншбай торжественно не отжит, то, получается, имеем генеалогию до Чаган Мангыт. Чаган с Монгольской языка переводится как белый. Белый Мангыт, соответственно, это стало основой для названия подрода. То есть мы знаем, что Иреге происходит из рода белый Мангыт, Акмангыт. Соответственно, это подтверждает эту версию. Плюс еще надо отметить, что нами были взяты генетические тесты у князей Урусовых, которые живут сейчас в Москве, а также у представителей других подразделений рода Мангыт, которые проживают в других местах. То есть это представители рода Карамангыт, ну и других мангытских родов, которые живут среди Каракалпаков и Казахов. Выяснилось, что у них есть общая мутация, которую относят их вместе с Акмангытами, то есть князья Урусовы с ними совпадают, и относятся к Гопорупи-Ц2, а именно к ее субкладу BY-18-29-28. Соответственно, это мутация общая для мангытов. То есть туда относятся и Карамангыты, и Акмангыты, и другие мангыты. Получается, это общая мутация, которая их отделяет еще от нерусского кластера. То есть этот субклад относится к нерусскому кластеру, куда входят другие нерусские рода. Таким образом, генетически подтверждается версия о том, что Едыге является потомком эмира Чагана из рода Мангыт, который жил в Восточной Азии в эпоху Монгольской империи. Его предки были правителями, они подчинялись Нагаю, либо его предкам Нагая, то есть были связаны с домом Нагая. Поэтому название Нагайская рода во многом связано с тем, что предки Едыге во многом относились к Улусу Нагая, служили ему, и, соответственно, относились к мусульманской партии Золотой Орды во времена противостояния Нагая и Тахты. Касательно арабо-хулишитской версии Едыге, стоит отметить, что на самом деле версия о том, что он относится к потомкам пророка Мухаммеда, точнее родственников пророка Мухаммеда, то есть Абу-Бакру, она генетически не подтверждается. Мы видим, что генетические потомки князей Урусовых не относятся к ближневосточным каким-то капогруппам или кластерам. И это главный факт, во-вторых, с большой долей вероятностью мы можем сказать, что та генеалогия, которая возводит его к Абу-Бакру, она не является физической, биологической генеалогией, она является всего лишь сельсилёй цепи духовного приемничества и суфийского тариката Мевлюви, в котором, скорее всего, находились Куримса и Скатай, когда будущий в Малой Азии. То есть они были связаны с этим тарикатом. Основателем этого тариката считают Сиджал Аладдин Руми и его сын Малат. Именно тарикат Мевлюви, наверное, способствовал тому, что начался проникновение ислама среди предков Идыге, но и впоследствии другие предки Идыге, тот же сам Баба-Духлес. Я думаю, он был в составе тарикат Мевлюви и сильно влиял на принятие ислама в Золотой Орде в эпоху хана Узбека. Сиджал Аладдин Руми Сиджал Аладдин Руми rce